Лис очень хитрый, очень сообразительный. Если лисе что-то нужно, то обязательно она этого добьётся. Раскопает, достанет. Несмотря на то, что лисы приручены, их поведение отличается от обычных домашних питомцев. Даже хозяин не всегда знает, что ожидать от своего рыжего друга, рассказывает Анна Нинастева. У девушки юридическое образование, но она повиновалась зову сердца и обучилась на зоотехнику. Какое-то время активно занималась защитой животных. Свою первую лису Анна 6 лет назад спасла от смерти. Изначально лиса выкупалась просто из жалости, чтобы спасти субоя, спасти с меховой фермы. То есть первый лисёнок именно с этим посылом брался. Но в дальнейшем уже это всё в более профессиональную колею вошло. Сейчас в питомнике у Анны 13 лис. Они живут в вольерах парами – самец и самка. Но щенки появляются редко. Беременность у животных сложная. К тому же лисы – плохие мамы. И за помётом Анне приходится тщательно следить. Поэтому продаёт питомцев девушка крайне редко. Взять себе такого друга отважится далеко не каждый. За лисой в квартире надо постоянно приглядывать. Животное может по неосторожности испортить вещи. Или, что ещё хуже, перегрызть проводку. Лисы копают, например. То есть копать она будет везде. Они воруют вещи. То есть у них такая клептомания. То есть тащить они будут всё, всё, что им понравится, без разницы. Они будут это прятать, они будут это метить. И, соответственно, все вещи, которые ценные для хозяина, их надо убирать. На кормежку 13 животных у Анны уходит 20 тысяч рублей в месяц. Она заботится, чтобы у лисиц был сбалансированный рацион. Поэтому готовит сама. Девушка следит за состоянием животных и регулярно выгуливает их во дворе дома или на поводке. Если владелец ждёт, что лиса будет рядом с ним ходить, как собака, то нет, это немножко не так. То есть лиса либо бежит куда-то по своим делам, либо она, в принципе, сидит просто осматривается. Сейчас посмотрим, как у нас будет бета гулять. Прохожие, которые видят лису, иногда не верят своим глазам, говорит Анна. Заводить ли такое животное, каждый решает самостоятельно. Но время, проведённое с ним, дарит невероятные эмоции. Татьяна Гордеева, Мария Гончарова и Дмитрий Шаталов.